Такого триумфа и сами не ожидали, рассказывают участники клуба Самарских моржей «Белый медведь». В первые соревнования и сразу 26 дипломов победителей. Екатерина Гурьева – юрист, воспитывает трех дочерей. Говорит, в клубе занимается четвертый год, когда пришла о спортивной карьере и не думала. Мы были в Крыму, и там я попала в холодное течение. Мне понравилось, я начала ходить купаться каждое утро, полседьмого, вот сюда вот, на набережную. Недавно ряды клуба пополнились еще одной участницей, приехавшей в Самару из Уфы. Она-то и предложила принять участие во втором открытом чемпионате Нефтекамска и Кубке Республики Башкортостан по зимнему плаванию. Началась подготовка. Пока был ледостав и можно было порезаться о тонкий лед, моржи обливались холодной водой. Когда лед окреп, стали по 15 минут проводить в проруби, а мастерство пловцов оттачивали в бассейне. Мы здесь готовились, и у нас как-то нам казалось, что когда у нас был ледостав, у нас вода оказалась нам здесь гораздо холоднее, потому что мы туда приехали, вода была как будто теплая. По словам руководителя клуба Рашида Хаметова, легче всего было уговорить попробовать свои силы новеньких. Опытные моржи к такой авантюре оказались не готовы. Соревнования проходили в Нефтекамске на озере Светлое. На них съехались моржи из разных городов России – Нижнего Тагила, Уфы, Нижневартовска. А когда приехали туда, я вообще растерялся. Там такие атлеты, такие спортсмены. Я думал, куда я людей привез? Да что? Так это как? Ну, ребята там все-таки спортсмены бывшие. Они взяли себя в руки и пошли. В итоге Екатерина Гурьева заняла первые места в 50- и 100-метровом заплывах в стиле «Кроль». Второе место за заплыв брасом на 50 метров и третье место за дистанцию в 25 метров. Рашид проплыл 100 и 200 метров на второе место, а также 450 метров на первое. Всего же клуб заработал 26 дипломов. Воодушевленные победы и самарские моржи готовятся к новым соревнованиям. Они пройдут в Уфе с 10 по 12 февраля. Но конкуренция обещает быть высокой. К участию в соревнованиях уже заявились около 300 человек. Виктория Шарая, Константин Головин. События.